Вы очень милый человек, я не знаю, почему даже говорят, что вы скандалист, что вы за что-то не взлюбили Никиту Михалкова. Кстати, за что? Я думаю, что это не я его не взлюбил, это он меня не взлюбил. Вы знаете, Никита Сергеевич Михалков, с ним что дружить, что воевать одинаково почетно. Понимаете, что быть его другом, что быть его врагом. А история очень банальная. Он приехал ко мне на фестиваль, ну, не будем мягко говорить, что он не очень любит евреев. Ну, можно сказать, грубее, но не очень он нас любит. Хотя любой русский человек, и в том числе он скажет, как я не люблю евреев, вокруг меня все евреи. Вообще, когда человек говорит, у меня был знаменитый друг, и сейчас он есть. Саша Лазарев, дирижер Большого театра, теперь там дирижер английского оркестра, да. Он говорил, как только тебе человек... Мы в армии служили вместе. Он говорил, как только тебе человек говорит фразу, что у него друзья все евреи знают, это антисемит. Это главное... Вот то же самое с Никитой Сергеевичем. И он приехал к нам на фестиваль первый раз, и вышел на сцену и сказал, что я был неправ, что это действительно серьезная работа, что это хорошая академия, так сказать, кино. Все он сказал, есть фотографии, где мы стоим в обнимку. И потом он приезжает в Москву, и в вечерней Москве пишет, это заметка у меня по сей день, фразу, что Руденштейн всю жизнь хотел создать престижный фестиваль, но дворняга никогда не может стать породистой собакой. Вот такая фраза. Я случайно совершенно смог ему ответить в передаче Деброва. Правда, договорившись с Дебровым... Что вы сказали? Ну, Дебров задал вопрос, как вы относитесь к этой фразе, и сказал, что... Никита Сергеевич, я говорю, вы сами из дворовых. Ваш дедушка был дворовой за заслуги перед Родиной, получил звание дворянина. Так вот, лучше, когда дворовой хочет стать дворянином, чем когда дворянин хуже собаки. Вот эту фразу я... Он обиделся? Да, он обиделся, и вот это стало той самой, так сказать, постепенной войной, которая в этом году выплеснулась вот при моей попытке создать серьезный и мощный фестиваль в Санкт-Петербурге. Он сделал все, чтобы в этом году это не состоялось. Но это состоится в следующем? Вы знаете, да, наверное, состоится в следующем, но я вынужден был убрать свою фамилию из организаторов фестиваля для того, чтобы просто своей фамилии не мешать, потому что все, с кем мы вели переговоры, и кто уже подписывался давать деньги, это действительно бы дали, они оказывались в поле интересов бизнеса, но не только Михалкова, а и его друзей, которых он имеет, не на самом верху. Потому что, когда я говорил Валентине Ивановне, что... Ну, еще оказался Петров... Макленко. Да, еще оказался и Петровский. Слава богу, теперь ему не до меня уже. Ему бы найти все сокровища. Ему бы найти все свои сокровища, да. Да, но вот они вместе в паре потрепали нервы, и, в общем-то, я выбросил довольно серьезные деньги.